Реклама 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 Илья Рыбин расскажет подробнее Бывшего управляющего директора РБК банка арестовали сотрудники генеральной прокуратуры после выдачи санкции суда Асылбек Игельман хоть и занимал высокий босс, но личность малоизвестная В поле зрения СМИ не попадал, человека с такой фамилией нет в социальных сетях По всей видимости свое имя экс-топ-менеджер крупного банка всячески скрывал Следствие подозревает Игельмана в хищении 850 миллионов принадлежащих банку через незаконно оформленный кредит По официальной версии он был в сговоре с беглым экс-советником председателя совета директоров Жумартом Ертаевым Топ-менеджер получил огромную сумму в 2013 году, предоставив в залог депозитный счет на 15 тысяч тенге На тот момент сумма, которую вывели из банка, составляла больше 5,5 миллионов долларов В Генеральной прокуратуре уверены, что сумма ушла не в один карман Похищенные средства распределены между топ-менеджментом и работниками банка в виде бонусов На свою долю Игельман построил дом в престижном районе города Алматы стоимостью 288 миллионов тенге Напомню, что ранее следователи также арестовали четырех топ-менеджеров банка Они признали вину и якобы способствуют возмещению ущерба В самом РБК о бывших сотрудниках говорят неохотно К текущей деятельности банка данной информации никакого отношения не имеет Она относится к прошлым периодам деятельности и связана с топ-менеджментом того периода Представители РБК банка уверяют, что окончательно обрубили концы с прошлыми управленцами Сейчас там новый акционер и обновленный состав топ-менеджеров По их данным, финансовый институт работает в обычном режиме Другими подробностями этой истории, к сожалению, не поделились Илья Рыбин, Нуркенток Мордин, Информбюро, Астана В Алматы у заведующей детского сада обнаружили открытую форму туберкулеза При этом руководитель несколько дней ходила на работу и общалась с коллегами и детьми Родители узнали об этом шокирующем случае буквально накануне Папы и мамы призвали к ответу районный Экимат Так почему же садик до сих пор не закрыт на карантин? По коридорам этих яслей прошелся Оскар Мендебаев Руслан Рахимжанул и в спешке забирает ребенка из садика Мужчине срочно нужно отвезти сына на рентген Находиться в этом детском саду небезопасно Накануне родители узнали, что у заведующей открытая форма туберкулеза Сегодня сказали обратно привезти детей Там будут ставить манту На работе был, потом обратно позвали Сказали сводить ребенка на рентген Рентгенография в данный момент требуется нескольким десяткам людей Кроме детишек в зоне риска оказались няни и воспитатели Заведующая в последнее время была на больничном Но ранее она посещала заведение и выполняла свои обязанности Диагноз открытая форма туберкулеза подтвердился вчера Мама и папа испытали настоящий шок Я не знаю, как такое возможно Почему она раньше не ушла Ей надо было лечиться Почему сейчас не проводят санитарные работы Не дезинфицируют садик Не закрывают его на карантин Сегодня в Ясли приехали представители районного Акимата Чиновники уверяют, ситуация под контролем Хотя родители жалуются, что даже обещанную флюорографию Сделать в срочном порядке невозможно Она как узнала сама Сразу нам сообщила И написала заявление об увольнении Сразу, в тот же день Когда? В какой день? 19-го 19-го она написала Потом был период узнать точно У нее открытая или закрытая Потом у нас позавчера вечером Нам сообщили, что открытая форма В следующей инструкции работают воспитатели Остается неясным Нянечки перед носом журналистов Буквально хлопают дверьми, закрываясь на ключ Сегодня Ясли работают в обычном режиме Буквально вчера в детском саду номер 144 Прошел осенний бал Родители встревожены Каждый второй ребенок кашляет Папа и мамы надеются, что это обычная простуда Оскар Медыбаев, Гарри Бармашев, Информбюро Алматы По ножовщина в школе Сразу в двух школах Ак-Тубе Старшеклассники устроили разборки на ножах Один из случаев произошел в поселке Кызылжар Ученик 9-го класса Склотным ножом ударил восьмиклассника К счастью, трагедии удалось избежать Мы не имеем права проверять карманы учеников Поэтому не можем знать, что у них там Конфликт у детей произошел на фоне словесных оскорблений Дети выясняли отношения в дальнем углу мужского туалета Куда не может пройти женщина-вахтер Конфликт произошел еще 17 октября И сейчас оба его участника снова ходят в школу Педагоги рассказали, что полицейские провели с родителями вооруженного подростка беседу Обе стороны претензий друг к другу не имеют Второй случай произошел в поселке Кирпичный Тоже в пригороде Ак-Тубе Там подросток получил, видимо, более серьезные ранения Потому что полицейские возбудили уголовное дело по статье хулиганства Казахстанских олигархов боятся, что однажды их мужья выставят им счет за беспечную жизнь Так уже произошло с Юлией Есенбаевой После 10 лет брака бизнесмен потребовал вернуть деньги Которые женщине перечисляла его компания в качестве зарплаты Суд удовлетворил иск компании Теперь мать троих детей обязана вернуть больше полутора миллиона тенге Разлад с мужем произошел, когда он завел себе тукал Рассказала бывшая вице-мисс Казахстана Личную историю выслушала Ардак Камал Юлия Есенбаева сейчас читает не глянцевые журналы, а материалы уголовного дела В 16 лет вице-мисс Казахстан познакомилась с 53-летним бизнесменом Маликом Есенбаевым И стала его третьей женой Ее дети, старшему 14 лет, младшему 10, путешествовали и учились в англоязычной школе Но в 69 лет муж привел 19-летнюю тукал Я была не готова к этому и никогда не буду к этому готова В 2013 году она появилась, я не знаю Я еще два года жила, я еще пыталась семью сохранить Юлия подала на развод и отсудила троих общих детей Миллиардер заявил, что брак был не настоящим Через Верховный суд женщина доказала, что 10-летний союз был добровольным Мужчина подал иск о взыскании с жены больше 8 миллионов тенге Но суд отклонил его Есенбаев затянул тяжбу через свою фирму, казахстанская инвестиционная компания И потребовал вернуть 1 миллион 600 тысяч тенге Фемида удовлетворила иск Юлия хочет обжаловать решение Получала эти деньги как заработную плату Я же не в карманах ложила У меня даже в распечатке видно Аптека, магазин, это продукты Это ежедневные нужды, то, что надо покупать Это те же самые продукты, то, что я покупала домой А сейчас получается то, что с меня просят назад эти деньги У супругов есть общая вилла в Испании Квартира в Дубае и особняк в Алматы оформлены на мужа Но куплены в годы брака, поэтому женщина претендует на долю в них Сейчас получает алименты 100 тысяч тенге на троих детей У него якобы зарплата 200 тысяч тенге В той же казахстанской инвестиционной компании И вот 50 процентов Про ее супруга мало информации в интернете Известно, что Малику Есенбаеву 72 года Он был заместителем председателя совета директоров пенсионного фонда Улар Умыт и президентом члена совета директоров Атамикен Агро По словам Юлии, он за границей Связаться с ним не удалось У меня подружки были удивлены Как так? А что, если я получаю какие-то денежные средства И с меня тоже могут взыскать? Ну, получается, что так Адвокат Нуржан Танерберген подтверждает, что неправильное применение закона Позволяет мужьям держать жен в финансовом рабстве По словам Юлии, у Малика Есенбаева 8 детей от 4 женщин Старшему сыну от первого брака 48 лет Молодая Токал родила двоих детей, младшему 4 месяца Грустная, но весьма поучительная история В жизни каждый сам делает свой выбор И становясь женой богатого человека Лучше, конечно, иметь за плечами профессию Чтобы в трудный момент можно было рассчитывать на себя А в Туркестане прямо во дворе жилых домов расположился рынок Уже несколько лет вместо детских площадок там стоят торговые палатки Более того, в домах нет канализации И единственный уличный туалет стал платным даже для жильцов В областном центре Туркестанской области до полного порядка еще далеко Город, который называют духовным центром тюркского мира Не может избавиться от стихийной торговли Вот взять хотя бы два дома по улице Талкихана Во дворе которого лет 15 уже настоящий базар Вот такой вот шоппинг по неволе у жителей этого дома каждый день А детской площадки здесь вообще нет Вместо качелей и горок узкие ряды торговых палаток И венец всему – платный туалет посреди двора Канализации в этих домах не предусмотрено Так что жителям приходится справлять нужду по 30 тенге за каждый визит Многие владельцы избавились от недвижимости Другие просто сдают жилье в аренду почти за бесценок Это был прекрасный район А сейчас здесь пройти невозможно Как можно было разбить торговые ряды во дворе многоэтажного дома? Однако сами торговцы свой бизнес неуместным здесь не считают В Акимате Туркестана уверяют, что незаконной стихийной торговли уже объявили бой И рейды проводят регулярно В эти выходные вновь обещали навести порядок на этом рынке Мы проверили документы Установили только 13 узаконенных объектов торговли Остальным дали сроки освободить территорию Если верить властям, то сроки истекают 1 января следующего года А придомовые территории после ухода торговцев реконструируют Жительница Кустаная уверяет, что после визита к стоматологу нуждается в помощи пластического хирурга Обычное удаление зуба обернулось для нее серией сложнейших операций В итоге она потеряла часть нижней челюсти Вырвали в зуб, он не сделал снимку Прежде чем рвать зуб, делают обычно снимок Этого не сделали Было сильное кровотечение, когда вышла оттуда Он мне сказал, что ни есть не пить, ни лекарств, ни полоскающих Он мне ничего не прописал Через 2 часа, когда я пришла, от собственной крови захлебываясь, было закрыто На следующий день Ирина поступила в челюстно-лицевое отделение с распухшей щекой и высокой температурой Еще несколько месяцев она провела на больничной кровати За это время ей не раз удаляли гнойные образования на лице А потом и часть нижней челюсти На восстановление прежнего облика ей потребуются миллионы Сам стоматолог от встречи с журналистами отказался В департаменте охраны общественного здоровья нарушений в действиях донтиста не нашли Сейчас женщина наняла адвоката и обратилась в прокуратуру Сегодня завершился визит в Казахстан торговой миссии США На протяжении трех дней предприниматели из штата встречались с президентом Казахстанской делегацией и чиновниками разного ранга Чтобы построить эффективное партнерство, учитывая огромный опыт и богатейшую историю заокеанских компаний Наша экономика должна получить дополнительный стимул для развития На сегодня торговый оборот между нашими странами всего лишь 2 миллиарда долларов Что сдерживает инвесторов от многомиллиардных вливаний в нашу экономику Выяснял Нургали Карабаев Визит американской торговой миссии в Казахстан финишировал в Алматы В роскошном отеле в центре мегаполиса 16 американских компаний Встретились с местным бизнесом и чиновниками После приветствия делегации разбились по секторам, где проводили встречи за закрытыми дверями Предварительными результатами уже стал ряд подписанных деловых соглашений Между американскими и казахстанскими компаниями А также меморандум о взаимопонимании между двумя странами Бизнесмены обменивались визитками и пожимали друг другу руки Улыбка не сходила с лица и нашего посла в штатах Ержана Казаханова Видимо, он доволен итогами миссии Американские инвесторы заинтересованы в сотрудничестве с местным бизнесом Казахстан должен обеспечить безопасную и комфортную работу нынешних иностранных инвесторов Защищать их права Должна быть прозрачность в системе И чтобы все работало в правовом поле Если действующие инвесторы будут довольны работой здесь То сюда потянутся и другие Поприветствовать американскую делегацию пришел и Бауржан Байбек Посла Казахстана в США он обнимал как близкого человека И даже успел обменяться парой фраз генсконсулом США на английском Окончательные итоги трехдневного визита мы узнаем в ближайшее время Но само событие уже дает надежду Все-таки компании, приехавшие из Америки, имеют огромные опыты и многомиллиардные доходы Поэтому нашим чиновникам стоит прислушаться к просьбам инвесторов Чтобы они перешли уже к делу Нургали Карабаев, Думан Сулейменов, Гарри Бармашев, информбюро Алматы А будет ли бизнес? Готов ли Казахстан пойти на те условия, которые справедливо выдвигают партнеры США? Моя коллега Гульжан Мукушева прямо сейчас спросит об этом у министра советника по торговым вопросам США в странах Евразии Майкла Лалли Совершенно верный вопрос, Ирина И прямо сейчас мы об этом поговорим с министром советником по торговым вопросам США в странах Евразии Майклом Лалли Лалли Мирза, я думаю, что к этому моменту уже можно говорить о каких-то реальных цифрах О суммах контрактов, возможно Поскольку здесь уже два дня находятся представители 16 американских компаний Вы довольны результатом встреч? Мы очень рады, что организовали эту деловую делегацию по развитию бизнеса Которую посетила Астану и тоже в Алмату Из этой 16 компании у нас по тром линиям сельскохозяйство, инфраструктура и энергетика Мы очень благодарны, что это партнерство с частным сектором Мы работаем с Американо-Казахстанской деловой ассоциацией И я могу вам сказать, что и в Астане, и в Алмате нас приняли на высшем уровне Как вы, наверное, уже знаете, уже 8 меморандумов взаимопонимания были подписаны еще в Астане По всем тром направлениям Какие именно компании проявили интерес к казахстанскому рынку? И он на самом деле привлекательный для них? Ну, конечно Мы видим, конечно, вот здесь огромный потенциал И вы уже знаете, уже в течение дня независимости Американские компании работают здесь и в энергетическом секторе И тоже видят большой потенциал внеэнергетического сектора Главное в составе делегации у нас и малые компании Средние компании и тоже, конечно, большие компании В этом плане они видят потенциал и сельскохозяйства, и инфраструктуры, и тоже в энергетике Да, это основные три направления, в которых будут заключаться контракты Мы знаем, что Дональд Трамп и Нурсултан Назарбаев Говорили о 7 миллиардах долларов США Которые, возможно, будут инвестированы То есть сегодня уже идут какие-то предметные разговоры Правильно? В каком формате проходят встречи? Ну, мы начали в Астане Потому что мы хотели, конечно, встречаться с правительством Чтобы понять видение правительства В плане экономического развития страны Мы встречались тоже с главами всех государственных утверждений И, как я вам сказал, нас приняли тоже на высшем уровне Сегодня в коммерческой столице страны, в Алма-Ате Мы встречаемся буквально сейчас с вашими частными компаниями И, как вы правильно оценили, мы видим сейчас это начало Начало возможных контрактов Сейчас уже идут дискуссии, разные встречи Чтобы развивать бизнес здесь, в стране Но я хочу вам сказать, что в основном у нас в составе Большинство компаний Для первого раза приезжают в Казахстан Потому что они видят здесь достаточно серьезные возможности Буквально накануне прошла встреча в Ахурде Сурсултан Азарбаев встретился с Уильбром Росом, министром торговли США Какие договоренности были достигнуты? Возможно, получены какие-то гарантии, преференции на самом высоком уровне? Как шел этот диалог? В первую очередь мы очень благодарны за то, что министр торговли США Уильбром Рос приехал первый раз в Казахстан Это был, я могу вам сказать, исторический визит Первый раз для нашего министра торговли США, когда посетил Казахстан И я знаю, что с обеих сторон был огромный интерес к развитию наших деловых отношений во всех сферах И я считаю, что наш торговый оборот, который составил где-то 2 миллиарда долларов В этом году это пол, а не потолок Это значит, что мы видим, что есть пространство, чтобы расти еще больше Знаю, что последние два года вы проработали в Москве В сегодняшней непростой ситуации вам, как дипломату, наверное, было нелегко наблюдать за происходящими изменениями Казахстанцы тоже находятся в некотором напряжении, в ожидании очередного пакета санкций Как вы думаете, что сейчас должны предпринять казахская и американская стороны для продуктивного нового витка? Чтобы действительно сегодняшние договоренности имели реальный экономический эффект Я курирую и ответственный за регион Евразии Там, где у нас офисы и в Москве, и в Киеве, и в Алма-Ате И вот здесь, в Алма-Ате, мы уже работаем больше 25 лет Чтобы способствовать контактам между американскими и казахстанскими фирмами Я могу вам сказать, что мы, так как мы не только видим потенциал, а мы работаем над этим потенциалом Вот в этой связи, поэтому мы организовали эту делегацию, 16 компаний Чтобы больше узнать про возможности в Казахстане И, как я уже вам говорил, чтобы конкретные результаты и результаты именно пришли из этих встреч Сегодня вы встречались с Акимом Алматы Почему именно Алматы? Это, наверное, понятно, да? Это действительно коммерческий центр нашей страны, финансовый центр Как казахстанские компании отреагировали на возможность сегодняшних встреч? Я могу вам сказать, что мы контактировали с больше 400 казахстанскими фирмами Чтобы устроить эти встречи с американскими компаниями Сейчас у нас идет встреча один на один с возможными казахстанскими партнерами в этих трех направлениях И к концу дня больше 70 встреч состоятся И чтобы контракты, дистрибьюторство и другие виды партнерства были реализованы Большое спасибо за честный разговор Я напомню, что я беседовала с министром-советником по торговым вопросам США В странах Евразии Майклом Лалли Ирина Сюссинди Рахмет Гульжан Перед Казахстаном действительно открываются большие перспективы Главное, не упустить возможность и правильно ею воспользоваться Мода в музыкальном обрамлении Два жанра в искусстве успешно дополнили друг друга В Алматы прошла презентация проекта «Лукбук. Мода и музыка» Организованного Harper's Bazaar Казахстан По лезвию красоты и музыки Изящество человеческого тела и очарование звука Именно это смогли увидеть и услышать гости очередной модной презентации Господство смелых красок и вызов осени Что нашепчет нам хмурое время года? Традиционно серое? Сезон, вопреки всему, готов на яркие подвиги Именно таков девиз самых креативных дизайнеров А чтобы убедить публику, эксперты Harper's Bazaar провели необычную музыкально-модную фотосессию Вообще это нелегко, наверное Всем кажется, что это очень легко фотографироваться На самом деле нет И не скажу, что это самое мое любимое занятие Но это достаточно утомительное занятие Но чтобы быть честной, скажем так Наверное, это какой-то новый образ Каждый раз какой-то новый образ Чисто в творческом плане это всегда интересно Бута модели труд нелегкие Это сполна ощутили на себе участники модного проекта Однако результат превзошел ожидания Благодаря фотографу Федору Биткову Эта коллекция приобрела особенные краски и живое дыхание Федор в данный момент работает с лучшими домами моды Европы Журнал «Харперс Базар о моде» За выбор нарядов отвечала наша команда Стилист и редактор моды Мы комбинировали одежду Мы придерживались того, чтобы эта одежда была трендовой Мода стремительна Ее миссия бесспорна Совершенство образа – это чистая магия Магия индивидуальности Не стоит забывать, что успешный человек – это стильный человек А следить за трендами не так и сложно Это в очередной раз доказал «Харперс Базар Казахстан» Оскар Недыбаев, Думан Сулейминов, Информбюро, Алматы Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...